всем привет прошлом году мы купили вот такие клетки три яруса клетки на самом деле так себя совсем даже и не очень чтобы привести их в порядок чтобы можно было эксплуатировать по нормальному что я придумал я придумал разделить их разрезать грубо говоря во первых сделать их повыше потому что туда если вставляем потом поймет буквально через два дня через вверх во вторых поилки отсюда надо убрать вы нести за пределы клетки ну или даже если в предел клетки ну уж не столько много достаточно на 10 голов всего 2 поилочки идем покажу что я такую же клетку разрезал на три яруса возьму обычную трубку поскольку пока я еще не сварщик это обычно полипропиленовая труба двадцатка вот она сюда одевается отрежу насколько мне нужно и поставлю вторую сердце во первых она будет разборная по отдельности секции можно будет вынуть на улицу вынести керхером обработать спокойно и потом поставить на место вот 3 секция они у меня пойдут в курятник курятники будут у меня птички можно бройлеров можно не сушок и содержать в первую очередь не сушок пошли покажу что у меня с пушкинские курочки у нас начали нести яйца вот у нас вылупились цыплята цыплятам тут несколько ну около десятка наверно дяди мишины которые непонятно какая порода гибридно-перепонечные там какая-то непонятно да перепеленка вот один перепеленок бегает маленький и он там еще основная масса ну их видно вот черные не совсем черные вот такие вот 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 белый черным это пушкинский вот такое у нас хозяйство цыплят из грудера я перенес сюда и здесь сделал как подобие грудера из верхней все цыплятки поставил диммер на лампочку здесь можно отрегулировать потеплее сделать похолоднее так регулируется яркость потому что брудер у нас теперь занят маленьким калин два часа назад я привел сюда 5 перейдут на покажу а здесь вот это самых первых я попробовал опять же вот эти пестрые это вот пушкинята я подозреваю что здесь тут вообще много хвостики такие длинненькие у всех если будем на племя оставлять а будем оставлять ну вот виду метро гребешки розовидные а у некоторых вот делает с листовидным гребнем а эти с розовидными на племя хочу оставлять вот именно с розовидными гребешками это пробная была партия та уже не пробная но это рост рост пм3 так называемый лошади на рост 708 килограмм по три по четыре уже наверно ну четыре ты нет примешивая живые за может быть чистым я думаю что желтого ну два с половиной под три килограмма чистым весом уже есть 5 стук здесь я 5 стук здесь нет наши старенькие старенькие перекрестки мне тут кстати до сих пор еще очень и очень даже неплохо и яйца такие прямо скажем не мелкие грамм 15 тут точность 15-16 грамм яйцо хорошо вот как красивый перекрестки крупные у нас последний выводок от наших перетелок которого те старенькие старенькие сосей не надпеваться она любя обвеса рлюту гриби на это девочки яйца тоже очень хорошая по одному лицу точно несут и очень прямо скажем не маленькие красивенькие они красивенькие и не маленькие так а вот эти вот эти вот помельче явно не помельче да для обновления крови они у нас отсюда берем петушков покрупнее и переставим к нашим а это наши которые были совсем мелкие потом покупали чужих петухов потом отбирали самых крупных из них получились вот такие то есть это результат наша селекция вообще говоря вот эти вот красивые все штуки и вот эти вот ладненькие давай вот просто ради интереса взвесим вот куда-то мои весны по себе не хотел здесь и не на самом деле тут не может быть 13 но они вот топ-топ занеслись до 13 а не может быть развесим пелочку любую две твоим две любых девочки 325 грамм тоже 325 грамм то есть они прям одинаковые но я говорю это результат с 270 грамм у нас вот первым помнишь упали в шестнадцатом году перепелок я посаживал на племя 270 грамм из 270 года 350 могли вытянуть пока 325 ну ладно ладно а вот это 325 мы все справа на одинаково и 325 тоже неплохо для перепела курятник пошли если хотите пойдемте покажу вам курятник пошли заходим вот наш курятник курешки ой петух то какой смачный получился я петуха просто вернее сюда давно просто не заходила свой какой у него гребень нарост пушкинец ну какой гордый петушище он молоденький ему еще года нет и вот это тоже вот петух хороший получился это дворян дедушкин да он тоже красивый причем смотрю у него на лапах это перья есть вот там немножко мохнатый кит лапы у него непонятно откуда он и курешки такие хорошенькие справненькие вот пеструшки то эти вот и пушкинские крупные курюхи а пушкинские самое интересное что у них и яйца все крупнее и крупнее становятся мне вот очень нравится посмотри а второй петух чем он сидит просто не видать тот встал сразу стоит красавец ну-ка покажи петя кто ты вот очень хорошая такая почти ручная порода можно сказать у них не ручная но спокойная с розовидными гребнями вот мы оставим крупная курица ну вот они прям поднялись чернушечка наша вон она там чернышка да вон она мелкая-мелкая была красавица и куда-то спряталась так что вот наш курятничек тоже три секции батарей конечно не утепленную если утеплить будет теплее но тем не менее до 20 градусов мороза на улице здесь плюс и куры вполне хорошо несутся к сожалению яйца я сейчас я собрал но если будет интересно можешь дома показать какие там у нас яйца получается я все только что пособирал ну как ты так привет вам нам девять месяцев ну восемь с половиной девять где-то так могу чуть ошибиться на пару недель да 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 вот такие мы вот он но чего кратенький обзорчик по нашему хозяйству вам понравилось лайки пара лайки обязательно поставьте пишите вопросы пообщаемся пока пока